Здравствуйте! С вами учитель русского языка и литературы Неволина Елена Александровна. В этом уроке вы узнаете, как выполнять задание номер 12. Нажмите на паузу и прочитайте задание. Сегодня мы обсудим правила правописания личных окончаний глаголов. Шаг номер один. Запоминаем, что правописание личных окончаний глаголов зависит от спряжения глаголов. У глаголов первого спряжения в личных окончаниях пишем гласные Е, У, Ю. Это окончания ЕМ, ЕШ, ЕТЕ, ЕТ, УТ, ЮТ. Запоминаем окончание глаголов первого спряжения по слову ЕДУ. У глаголов второго спряжения в личных окончаниях пишем гласные И, А, Я. Это окончание «им», «иш», «ите», «ат», «яд», «ит». Запоминаем окончание глаголов второго спряжения по словосочетанию «ослик» и «а». Примеры глаголов первого и второго спряжения вы видите на экране. Шаг номер два. Если у глагола ударное личное окончание, то спряжение определяем по окончанию. Например, «зажжет» ударное окончание «йод» – это глагол первого спряжения. Шаг номер три. Если у глагола безударное окончание, то оно определяется по спряжению, а спряжение определяется по инфинитиву глагола. Глаголом второго спряжения относятся все глаголы на «ить». Кроме трех глаголов «брить», «стелить», «зиждеться», которые относятся к первому спряжению. Четыре глагола на «ать» – гнать, держать, слышать, дышать – относятся ко второму спряжению. И семь глаголов на «еть» – смотреть, видеть, ненавидеть, обидеть, терпеть, зависеть, вертеть – относятся также ко второму спряжению. Все остальные глаголы на «ать» и «еть» относятся к первому спряжению, также к первому спряжению относятся глаголы на «уть», «ють», «оть», относятся глаголы, которые оканчиваются на «ти» и «ч» с мягким знаком, относятся глаголы, которые оканчиваются на «ять», «сеять», «веять», «лелеять», «таять», «лаять», «каяться», «реять», «блеять», «кашлять», «чуять», «надеяться». Добавление приставки или постфиксы «ся» не изменяют спряжение глагола. Например, если глагол «строить» второго спряжения, глаголы «строиться» добавляется постфикс «ся», «выстроить» добавляется приставка «вы» второго спряжения. Шаг номер четыре. Определяем личное окончание глагола. Например, глагол «кричать» имеют ударные личные окончания. «Кричим», «кричишь», «кричите», «кричит», «кричат». Значит, это глагол второго спряжения, в окончаниях которого пишутся гласные «и», «а». Глагол «бороться» имеет безударные личные окончания. Он оканчивается на «оть». Это глагол первого спряжения, поэтому в его безударных личных окончаниях надо писать гласные «е», «ю». Обращаю ваше внимание, что причиной неправильного написания личного окончания глагола может быть произвольное изменение вида глагола. Помните, что вид глагола при определении окончания изменять нельзя. Например, «утешать», «что делать» – это глагол несовершенного вида, оканчивается на «ать», поэтому первого спряжения. Окончание этого глагола «утешаем», «утешаешь», «утешаете», «утешает», «утешают» – все относятся к первому спряжению. «Утешить», «утешить», «что сделать» – это глагол совершенного вида, оканчивается на «ить», поэтому второго спряжения. Окончание этого глагола относится ко второму спряжению. «Утешим», «утешиш», «утешите», «утешит», «утешат». Примеры других подобных глаголов вы видите на экране. В задании, которое мы предложили в начале урока, личное окончание глаголов определяем так. По ссылке после видео вы можете скачать таблицу правил правописания личных окончаний глаголов. А на следующем уроке мы обсудим правила правописания суффиксов причастий, которые необходимо знать, чтобы выполнять задание номер 12. Поэтому подписывайтесь на мой канал.